И теперь к другим важным событиям. 8 сентября в Турции спустили на воду новый рыболовецкий траулер, предназначенный для российских рыбаков. Современное судно построено по заказу ненецких рыболовецких колхозов и предназначено для работы в северных широтах. Оно позволит добывать в три раза больше трески и пикши, чем старые траулеры, спроектированные еще в 50-х годах прошлого века. А новые технологии практически полностью автоматизируют его работу. Из Тамбула репортаж Владимира Томилова. Этого события ненецкие рыбаки ждали больше 20 лет. Посмотреть, как воплощается мечта в жизнь, в Стамбул, где расположилась одна из крупнейших судостроительных компаний Турции, приехали представители всех семироболовецких колхозов ненецкого округа. Они не скрывают радости, ведь поверить в происходящее сложно. Судно совершенно нового поколения скоро попадет в распоряжение рыбаков. Это другой уровень, другие технологии, качество труда. И в то же время новый пароход, это мощный двигатель, работа на больших глубинах. Ну, типа самое современное, хорошее промысловое судно. Разработкой проекта занимались норвежские проектировщики, известные во всем мире своими наработками в рыболовецкой отрасли. Главная задача – создать мощный траулер, отвечающий всем стандартам и при этом способный вести промысел в суровых водах арктических морей. Воплотить их идею в жизнь принялись турецкие судостроители, славящиеся применением новейших технологий. Они позволяют качественно и в сжатые сроки возводить корабли. Чтобы собрать этот траулер, им потребовалось всего 8 месяцев. Это не только рыболовецкий траулер, это еще и рыбоперерабатывающая фабрика. Мы не только выполнили требования Российского регистра судоходства, но и Российской санитарной инспекции. Мы надеемся, что будем выполнять строительство судов также и для Атлантического и Тихоокеанского флота. Новый траулер получил название «Печора» в честь главной реки Ненинского округа и одной из крупнейших в Европе. Длина корабля 60 метров, ширина 15. На его борту европейская навигационная система, усовершенствованное траулерное оборудование. Также «Печору» оснастили фабрикой по переработке, заморозке и упаковке рыбы. Она способна вылавливать 60-70 тонн рыбы в сутки, а в трюмах может разместить до 700 тонн продукции. Это в три раза больше, чем могут позволить себе устаревшие и созданные еще в советские времена рыболовецкие суда. Обслуживать новый траулер будут 28 человек. 90% всей работы выполнит автоматика. Обновление флота сегодня основная задача в рыбной отрасли Российской Федерации. И задача, конечно, федеральных органов Российской Федерации – обеспечить рыбакам условия для того, чтобы они могли строить суда не только в России, но и за рубежом по нормальным экономическим условиям. Для строительства траулера Ненецкий рыбаколхоз «Союз», в который входят все отраслевые колхозы Ненецкого округа, привлек заемные средства банка. Казалось бы, опасно, они простые с экономической точки зрения времена. Но сегодня государство четко дает понять, какие квоты светят рыбакам на ближайшие 10 лет. Вот и рыбаки все просчитали и поняли. Окупить затраты можно менее чем за 20 лет. Зато прослужит судно с учетом модернизации без малого полвека. То есть можно было спокойно менять технологическое оборудование, не заменять, ставить более качественное, более новое и тому подобное. С учетом перспективных вводов новых, да, какие-то технологические процессы? Важен сам корпус, получается. Те, которые мы сюда были, они у нас узкие, 9 метров, 15 метров. Поэтому очень можно много будет менять. Они нашли очень хороший механизм при поддержке нашего российского капитала. Выработали хорошую кредитную линию. То есть, скажем так, все было сделано очень продуманно и, наверное, своевременно. Возможно, сейчас это решение может было отложено на какой-то другой срок. Но все было сделано вовремя. В Турции стояла солнечная погода, но в день торжественного первого выхода в море Печора над Стамбулом нависли тучи. Рыбаков это не смутило. Ведь по русским поверьям, дождь в начале пути – это знак удачи. Судно спущено на воду, но до начала промышленной добычи рыбы еще нужно подождать. Следующий этап – это оснащение траулера современной техникой и покраска. И уже в марте 2016 года Печоры отправятся покорять ледяные просторы Бареньцева моря. Владимир Тамилов, Сергей Качиков, телеканал «Север», Стамбул, Турция.